Поздравляю вам финалистов и первым бойцам в синем углу! Ей 22 года, рост 154 сантиметра, вес 47,6 килограмма! Дамы и господа, из Санкт-Петербурга! Вот она, Яна Поркова! А вот и её соперница в красном углу! Бойцу 35 лет, её рост 162 сантиметра, вес 47,6 килограмма! Представляющая Сибирский федеральный округ Куспас! Приветствуйте! Вера Буга! Репередик Александр Перемышлен! Представительница тайского бокса Вера Буга. Значит будет рубка, да? Да. Так, что у нас там по габаритам? Ну, повыше, да? Вера повыше, да. 162 сантиметра при таком весе? Ну, 8 сантиметров как бы нормально. Ну да, всё. Всё, зал завёлся! Отлично! Нет, ну за такой пояс можно пореветь. И тут же тишина. Ну, надо поддерживать, конечно. Какой лоуки! Хорошая рубка, видимо, нас ожидает. Посмотрим, да, потому что в предварительных поединках девушки все выступали на маленькой арене, да, на маленьком ринге ММА, и многие жаловались, особенно представительницы ударной школы. Вот сегодня от Кристины Пургиной я слышал, Демфира Алиевой, да, что не хватало моментов для того, чтобы поработать в стойке. Там сразу прижимали к сетке девочки, которые умеют бороться, и не давали. Ну да, там проще именно... Да, ох, какой хайких сейчас был со стороны Веры Буга. Но не попало. Попала здесь Вера. Хорошо, Яна защищается. Хорошее-хорошее противостояние. Зрителям бы я посоветовал чуть-чуть пореветь, поддерживать. Это заведет Веру. Ну да, как бы вначале заревели и успокоились. Непонятно. Да, но, видимо, ждут какого-то острого момента. Голевой передачи, как говорят, в футболе там, да, или в хоккее. Как вообще поддерживают другие виды спорта? Активно? Очень активно поддерживают Кемерову. То есть и... Ух ты, размен снова. На волейболе, например, вот где вот сейчас проходит чемпионат России по ММА. Именно здесь волейбольный кузбат проводит свои матчи. Снова размена, снова размена у нас. Битком всегда арена. Нет свободных мест никогда. Просто спортивная какая-то сибирская столица. О, позвала Падемска. Полторы минуты прошло, чтобы зал вновь заревел. Но все видят, что они начали... Ох ты, какой хайких прошел сейчас. Будет ли бросок со стороны Марковой Яны? Нет, нет, нет. Смотрим, 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 смотрим. Северки прижимает. Смотрим нас на телеканалах. Спортивный, Бокс ТВ. Смотрим нас на Кузбасс Первый. Смотрим в интернете. На Союзе ММА России ВКонтакте. И болеем, болеем, болеем и пишем комментарии. Понятно, здесь за Веру Бугу болеют. Но и не забывайте, питерские болельщики, помимо Зенита, есть еще и Анна Маркова. Посмотрим, кстати, что там по комментариям. Хороший обмен такой. Вот сейчас, да, пишут Буга-Буга. Даже в комментарии пишут Буга-Буга. Осталось, снова обмен произошел. Да, очень интересные бои сегодня у нас были и впереди еще будут. Поэтому, когда, конечно же, выходит еще и местный боец, да, Вера представляет Кузбасс. Здесь еще интереснее наблюдать за всем этим, потому что зрители подключаются и периодически начинают просто... Ох ты, как поймала сейчас Вера шефирницу, а? Что ты там захотела мне, типа, пробить удар с разворота? Нет, вот и снова удар по голове пытался со стороны, вот туда по корпусу. Интересная работа по этажам. Да, хорошо. С уважением относится она к Вере. Тут в комментариях снова привет из Таджикистана, привет из Грузии, из Крыма. Ну, приятно, когда во всем мире она наблюдает. Привет из Владивостока. Владивосток вообще огромный привет нам, по-моему, сколько сейчас времени-то, да? То есть это разница часовых поясов. Так, плюс три еще в Кемерово. И то, что вы все смотрите, это вообще просто супер. Надеюсь, что у вас все больше и больше. У нас с вами финалы чемпионата России. Давайте немножко, пока идет пауза, пробежимся, что нас ждет. Сейчас Маркова Яна, Буга Вера, потом у Тюганова Юлия, Найденова Диана. Это 52,2 килограмма Оренбург против Тулы. Потом снова Кузбасс, 56,7 килограмма, Сальникова Любовь, Митина Александра, Республика Крым. И супертяжелый вес Джамалуддинов Мурад, Махмудов Шамсудин. Ну и дальше профессиональные бои. Не отключайтесь, смотрим. Начало второго раунда. Противостояние Кузбасса из Санкт-Петербурга. Спортсменка Кузбасса в красном, синим представительницами. Снова началась поддержка Веры здесь на трибунах арены, спортивного комплекса «Арена». Да, по этажам хорошо работает Вера. Да, снова неплохой хай-кик в исполнении Веры. Но пока попасть не может. Яна очень хорошо защищается. Снова тип, не пускает к себе. Но у Марковой Яны на самом деле только средняя ближняя дистанция. Да, колени, удары снизу. Вот там что-то может получиться. Смещение. И повыше к тому же Вера. Важнее здесь. Вера, конечно же, здесь снова заняла центр. Полностью контролирует его и не пускает, не пускает центр. Снова так затаился зал. Ожидает острых моментов. Вот здесь уже острый начало. На острые моменты реагирует. Валечка на трибуна. Это как есть, когда в тайском боксе работает. Вот как раз-таки это, наверное, в базовом стиле Веры. Когда на каждый лоу-кик или удар к чатам. Вот так бы было интересно тоже посмотреть. Пытается шею забрать здесь. Надо ногу закинуть сейчас, Вере. Да, вот так вот. Яну тут уже более выгодной позицией оказалась. Меня Вера как бы контролирует. Интересно, вот сейчас Дана смогла встать, вытащила руку и будет пытаться добивать свою соперницу. А соперница будет искать снова прием. Интересно посмотреть на ее уровень борьбы. Вот она пытается, да, пытается залезть в ногу. Интересная такая позиция, да, в полукувырке. Зрители пишут, Буга выведет заряженный. Ну это да, домашняя арена все-таки помогает. Свои родные болельщики, родные стены. Он даже со Стокгольма подключился. То есть настолько география сегодня, трансляция широка. Кто-то следит за своими еще и со Стокгольма, со Швецией. Привет на родину Карлсона, да? Ну да. В принципе, северный край. Хороший поединок. Не скажут, что Маркова прям проигрывает. Нет, не проигрывает, далеко не проигрывает. Просто более опытная Вера Буга. С рук я не вижу у нее таких хороших ударов. Ноги, да, хорошие. Ну и не пускает в борьбу. Последние секунды уже все, не успеет ничего здесь показать. Отличный поединок. Да. Поддержка, поддержка все-таки нужна. Ожидание мы решающего третьего раунда. Смотрим лучшие эпизоды из второго. Удалось здесь оказаться в двери сверху. Но какого-то преимущества из этого выжать не удалось. По итогу. Вроде в стойке оказались спортсменки. И ждем решающий третий раунд. Да, сейчас на опыте, конечно же, чуть-чуть впереди Вера Буга. Но я думаю, что зрители ждут более острого поединка. И хотят увидеть какие-то более, наверное, интересные приемы со стороны той и другой соперницы. Третий раунд. Хорошие, хорошие соперницы. Интересно было бы посмотреть, конечно, в этом весе еще и на Дашу Ныркову. Как бы она прошла, не прошла бы этот отбор в этом году. Посмотрим. Прошел. Проход сейчас у Яны Марковой. Сейчас пытается закрыть шею Вера Буга. Но, тем не менее, я думаю, что, не имея такой активной школы борьбы, вытащит сейчас школу, свою шею оттуда Марковой Яном. Посмотрим. Тем более отмягчает сейчас. Пытается пробить по корпусу, вынуть ногу и войти в фулл маут. Здесь еще и Вера ногу захватила сопернице. Да, но нужно еще понимать, опять же, да, что, держа такой долго болевой прием, снова начинает затекать рука, и потом ты же базовая ударница. Как ты будешь бить, получится ли сделать акцентированный удар. Смотрит на время, видимо, сейчас Вера Буга. Все-таки третий раунд. Силы уходят. Две минуты. Еще биться соперницам. Вот фулл маут. Посмотрите, фулл маут. Зашла, зашла, зашла. Но неудобно, конечно, да, когда тебе еще держат голову. Надо отрабатывать постоянно корпус и пытаться еще сверху накинуть такой оверхенд на голову. В этот момент, если да, вот так вот отдавить. Да, вот сейчас, да. Ох ты, посмотрите, посмотрите, посмотрите. Вера почувствовала. Встал и снова, посмотрите, какой бросок и переворот. Вот это да, вот это активный бой. Женские бои иногда просто наблюдения. Ты понимаешь, да, вот никогда вроде не хватает техники с одной стороны. Ну, типа, одна такая больше ударница, но нет борьбы, да. Но, тем не менее, вот желание победить. Здесь уже такое прям... Оказалось, одна уже стимущество взяла, все. В стиле, да, Алексей Олейника сейчас работает, Маркова Яна. Как бы не сделала какой-нибудь изи-киль или что-то такое, что делает Алексей. Такой прием из дзюдо, боковое удержание. Прям интересный поединок. Нужна, нужна, конечно, поддержка болельщика. Последняя минута идет, только пять секунд осталось. И не все хорошо пока у Веры в этом третьем раунде. И пытается добивать сейчас Яна соперницу. Да, но посмотрите, несмотря на то, что нам казалось, там, по каким-то минимальным баллам выигрывала Вера Буга этот бой, полностью концовку сейчас забирает Яна Маркова. И несмотря на поддержку зала, несмотря на опыт, на разницу в габаритах, ничего не мешает сейчас Яны Марковой просто добить свою соперницу. И за 12 секунд, да, еще и завершить бой. Нет, остановилась Яна. Посмотрим. Тут, конечно, решение будет очень интересным. Потому что еще один на экстравраунке увидит. Ну вот интересно, интересно. Видели, если его займите болельщики не видели. Пишите, пишите, да, в комментариях. Потому что многие писали Буга-Буга, а вот здесь концовку Яна забрала. Архавр. Александр Ильичкаков. И член президиума Союза ММР России Владимир Касаухов. Ждем, ждем судейского решения. Ну и думаем о том, что... Мама Александра Ильичакова родом из Междуреченска. Это наш Кузбассовец сегодня в октагоне, дорогие друзья. А сам Александр Ильичаков проводил первые чемстинады и турниры по единоборству в нашей стране. Один из первых он проводил турниры по... Тогда это назывались бои без правил. Сейчас, конечно же, правила есть. Их великое множество. И утверждена они Минспортом. И до 18 лет вообще в целом на международных стартах запрещены удары в голову. Это больше такая позиционная борьба с элементами ударов по корпусу. Дорога, мои господа. В завершении финального поединка единоклассным решением судей победу одержал боец из красного угла. Даро Пуха! Все, поздравляем мы сейчас. Подарок болельщикам просто. Кузбасс чуть-чуть не хватило, я не Баргой. Если бы был... Это сейчас второй раунд, то я не знаю, что бы было. А, но сажало бы, скорее всего. Потому что, да, сил побольше осталось, но помоложе. Представитель Санкт-Петербурга. И серебряная медаль Яне Марковой. Обе они едут на чемпионат мира, поэтому еще не раз поработают на сборах. И памятное фото. Памятное фото. Обязательно. Хороший поединок. И на радость болельщикам победила Вера Буга. Кстати, у нас молодежи будут. В следующем поединке. Повторы. И самые лучшие моменты этого поединка сейчас мы с вами наблюдаем. Размены вот эти, да, постоянные, за счет которых Вера оказалась сильнее. Так, что-то у нас какие-то награждения пошли. Может, мы опять что-то не знаем. Потому что у нас сейчас впереди должно было быть три боя, три финала. Видимо, может быть, награждение будет за активную работу в регион.